Всем привет! Здравствуйте, Владимир! Итак, в честь пятилетия канала у меня открывается новая рубрика под названием «Шахматная поэзия» и несколько роликов согласился помочь записать на тему одного из элементов шахматной поэзии мастер Фиде Владимир Бондаренко. В шахматной поэзии относятся в первую очередь задачи, этюды, то, что связано с красотой шахмат. И Владимир сейчас нам расскажет, что за тема скакография, то есть это самое сложное, что в принципе в ней есть. Ну и, пожалуй, самое красивое. То есть начнем сразу с очень сложного и очень красивого. Владимир. Добрый день, добрый вечер, уважаемые зрители. Рад, что меня Роман Юрьевич пригласил на свой канал, который я смотрю регулярно. И почерпываю часто очень много интересного, полезного для себя, новые идеи, свежие достаточно идеи, в дебюте особенно, потому что когда-то я был практическим шахматистом, шахматистом-практиком, и мое было единственное сильное такое вот желание хорошо играть в дебюте. Ну, больше, выше этого я не пошел, к сожалению. Кроме дебюта я потом не очень-то научился играть в шахматы, можно сказать. Одним словом, рад, что эта передача существует, этот канал существует. Да, скакография действительно, Роман Юрьевич, очень трудная, трудный раздел шахмат. Не случайно, я считаю, что одна композиция, которая отвечает практически всем требованиям скакографии, на сегодняшний момент, теперь уже, конечно, это не единственная композиция, сейчас вы это увидите, а вообще, очень долгое время была единственная композиция, которая, я считаю, была очень близка к идеальной. Это задача Александра Дмитриевича Петрова, Бекса Наполеона из Москвы в Париж. Я прошу прощения, Владимир, расшифровывается скакография как? Скакография, если брать чисто, каха это по-латински шахматы, график писать или изображать. Ну, там греческий, итальянский иногда говорят, ну, это латинский, в принципе. То есть изображение... И получается, что... Изображение элементов из жизни путем посредством шахматы. То есть каких-то жизненных эпизодов через шахматы, да? Да, посредством шахматных комбинаций, можно и так сказать, или шахматных этюдов задач. Эту тему я очень давно уже взял на вооружение, об этом очень долго думаю. Мне повезло, можно сказать, в какой-то степени. Я 7 лет уже играл неплохо в шахматы, в 4 года научился играть. Как говорят, ходить, говорить, играть в шахматы я научился одновременно. Ну, это почти так, да. Потому что у меня была единственная интересная игрушка была в детстве шахматы. Остальные очень интересовались другими игрушками. Так вот, мне удалось 7 лет примерно. Я сейчас помню, вот 6-7 лет, зима помню была точно. Удалось корректировать этюд, задачу Александра Дмитриевича Петрова. Я понадеялся на свою память. Я показал, правда, отцу. Отец как-то так посмотрел. Он игрок примерно 3-4 разряда. Он меня научил играть, в общем-то. И он как-то улыбнулся и ничего особенного больше не сказал. Я так думал, может быть, он не совсем понял, что я показываю. И, значит, после этого я подумал, что я запомню, что тут запоминал. Хотя было очень много фигур. Получилось так, что через некоторое время у меня травма произошла. Пришлось около двух лет примерно, даже чуть больше, с перерывами по больницам поездить по всей России. Там и в Петербурге были. Вернее, в Ленинграде, да. Я лечился почти полтора года. Институт Турнера такой есть в городе Пушкино. Сейчас уже Пушкин стал президентом Петербурга, да. Так вот, когда я вновь возвратился к обычной жизни, после нескольких операций довольно трудных там, я убедился, что я не помню ничего, просто как я скорректировал эту задачу. Мальчишка, мальчишка, то есть я не очень на этом заострил внимание. Но когда я в 12 лет уже сам самостоятельно пошел в секцию, начал изучать шахматы уже очень серьезно, на уровне, так сказать, уже разрядов туда и турниров, я пригорюнулся, потому что, если бы я сейчас вспомнил, это было бы совершенно другое дело. Я бы тренеру показал, это же было бы интересно очень. И так по жизни я несколько раз возвращался к попыткам вспомнить и никак не мог вспомнить. Вот память, к сожалению, даже в том возрасте меня подвела резко причем, причем я не ожидал даже такого. А потом удалось? В последствии, да, судьба распорядилась так, что оказывается сначала нужно было мне сделать две композиции, которые являются, отображают сюжеты литературных и художественных произведений. Это «Гадкий уйтенок», самая простая, начал с самого простого. Ну как самое простое? Там, конечно, далеко не все так просто. А вторая композиция – «Дон Кихот». «Дон Кихот» еще более, возможно, это «Этюд» уже. Там задача трехходов, а «Этюд», «Дон Кихот» очень серьезный «Этюд». Там 14 на 14, почти все фигуры на доске, там ощущение такое, что у белых еще дебют не закончился, по крайней мере. Но белые выигрывают, как там. Владимир, я прошу прощения, что перебил. Со всеми этими задачами мы вас познакомим в следующих материалах. Итак, позиция, которая сейчас на доске – это «Этюд» Александра Дмитриевича Петрова «Бегство Наполеона из Москвы в Париж» будет в следующем ролике вместе с коррекцией этой задачи, этого «Этюда». Коррекция принадлежит Владимиру. Значит, это будет следующий ролик. В следующем ролике мы расскажем про гадкого утенка. А, нет, про «Освобождение». То есть, есть еще у Владимира задача по мотивам киноэпопеи «Освобождение». Потом про гадкого утенка. Это вот вы тоже видите на своих экранах фигуру, похожую на лебедя. И завершим мы. Так, потом и последним роликом будет рассказ про Дон Кихота. Рассказ в этом рассказе будет одна из партий Владимира, которая натолкнула его на создание «Этюда». Ну, а тем зрителям, кто решит все задачи наиболее активным, Владимир обещал свою книжку как раз про фотографию, про скафографию, оговорился. Поэтому решайте, комментируйте. Все материалы, про которые мы будем вам рассказывать, они только что прошли перед вами. Перематывайте, останавливайте, жмите на паузу. И до встречи в следующем ролике.